МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проместитель директора театрального центра Жаворонки. Здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Добрый день. Конечно же, хочется сначала поздравить вас с наступившим Новым годом, со всеми крещенскими рождественскими праздниками. И прежде чем мы перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы, Ольга Николаевна, хотелось бы, чтобы вы подвели краткий итог года 2018. Каким он был для театрального центра? Он был очень разным, и он был сложным, как всегда, собственно. Но, тем не менее, мы сумели добиться каких-то новых вех. Хотя у нас были очень серьезные потери и очень серьезные приобретения. Мы, к сожалению, потеряли одного из наших друзей. У нас ушла из жизни Катя Зайцева наша. Но, как, наверное, некая компенсация этого всего, у нас появился маленький человечек. И наша актриса Лиза Никонова родила малышку. Поэтому, что открыло, скажем, такой тур моих прекрасных дев, которые решили обзавестись семьей и поставили в планы рожать детей. Наверное, это здорово. Я, может быть, не до конца радуюсь, как работодатель, но я очень радуюсь, как женщина. Потому что я понимаю, что сегодня, родив этих детишек, завтра они все вместе придут к нам в театр. Потому что, ну, как бы, мамы точно совершенно отравлены этим воздухом. И я думаю, что у детей уже прописана дорога в театральную студию. Ну, а если серьезно сказать, в этом году в театральном центре произошло, скажем, три таких глобальных события. Мы не только подтвердили звание народное нашего коллектива, но и сумели вывести на уровень народных коллективов нашу киностудию и наш вокальный ансамбль «Юнона». То есть на сегодняшний день у нас в театральном центре Жаворонки три народных коллектива. И вот, собственно, через три года мы будем опять это подтверждать. Мы в этом году сделали очень удачный фестиваль косплея первой «Время вперед». Мы закрыли очередной фестиваль «Магия кино». Он прошел очень помпезно, красиво. И в этом году было очень много хороших работ, прислано со всех уголков нашей страны. И вновь Андрей Робертович Иванов учредил свой главный приз в 100 тысяч рублей, который получили у нас ребята из Москвы. И, в общем, мы очень довольны всем этим процессом. Ну и в этом году завершился год тем, что мы показали совершенно новую сказку. Мы пишем много новых спектаклей, да, но вот эта новая сказка, которая была написана Михаилом Ильином как сценарий, она вообще оказалась уникальной. Мы думаем, что у нее очень большое будущее, потому что она сделана как спектакль-мультфильм. То есть она вся сопровождается анимацией своей собственной нашей. То есть там есть масса разных эффектов современных, да, то, чего раньше мы не делали. Ну и эта космическая история, это фантастическая история, которая уже написана не для маленьких детей, а для школьников. Такая научно-фантастическая, познавательная история. Мы думаем, что она у нас пройдет уже по разным городам, и мы надеемся поучаствовать с этим спектаклем в разных-разных фестивалях. Как зрители приняли эту работу? Зрители приняли на ура. Мы, конечно, всячески пытались отговорить, приходить с маленькими детьми. Ну, объясняли, что все-таки это 6+, да, и вряд ли там маленькие дети поймут, может быть, где-то там будет странно, испугаются что-то. Ну, как всегда, родители приходят полным семейством, начиная там с трехлетнего ребенка и заканчивая там с вами 12-13-летними. Все сидели не отрываясь. Сказка понравилась и родителям, и маленьким детям. Ну, а мальчишки школьного возраста, для которых, собственно, это писалось, конечно, были в полном восторге, потому что перелеты на разные планеты, приключения наших детей, выросших уже, у нас вновь главные герои Маша и Вова, они начинали этот цикл. Просто когда они начинали, они учились в начальной школе сами, наши главные актеры, а сейчас они учатся в девятом классе, да, то есть они выросли вместе с театром, и дальше собираются поступать в театральные вузы. То есть им все это только на пользу? Им это только на пользу, конечно. Ольга Николаевна, не успел год стартовать, у вас уже очень много работ, большие планы, и буквально через несколько недель стартует главный фестиваль театрального центра, это «Взмах крыла». Но перед этим вы открываете новое направление, новое творческое направление для детей. Расскажите о нем. Как родилась эта идея? Да, ну я же сказала, что у нас год закончился только календарный. Почему сейчас много дел и событий? Потому что все-таки мы находимся в середине театрального сезона, да, и сам Бог велел нам продолжать что-то. Да, у нас, как обычно, новая затея. Что-то нам стало скучно, вот, хотя жизнь бьет ключом. И мы решили, что надо подпитать наш фестиваль «Взмах крыла» молодежный. Вот, о нем подробно сейчас Ир расскажет, а я буквально скажу вот два слова, что с грустью я заметила, что молодежь, которая участвует в нашем театральном конкурсе, постепенно становится все старше и старше. И это, в первую очередь, моя грусть и тоска, привела к пониманию, что нужно что-то такое сделать. Для того, чтобы наш форум никогда не старел, чтобы он только молодел, и чтобы он все время получал какую-то новую кровь, новое движение и вливание вот этих свежих юношеских сил. Вот отсюда и вот это наша новая затея. Ну вот, Ир, я тебя прошу, расскажи нам об этом. Ирина, расскажите более подробно об этом конкурсе, как он будет проходить, где он будет проходить, самое главное, кто станет участниками. Наша новая затея – это детский театральный конкурс «Наш дебют», который состоится 25 и 26 января в Театральном центре Жаворонки. Мы разделили этот конкурс на две номинации. В первый день, 25 января, будет представлена номинация «Художественное чтение», где дети прочтут прозу и стихи. И во второй день будет театральное искусство. Но поскольку к нам пришло неожиданно много заявок, неожиданно, потому что мы объявили этот конкурс в конце декабря, в новогодний период, потом новогодние каникулы, и конкурс вот уже в конце января, но после новогодних праздников люди очень активно стали присылать заявки. Заявки, видимо, это все-таки очень интересно, имеет отклик. И сейчас у нас более 80 заявок пришло на конкурс, поэтому возможно, что театральную номинацию мы разделим на два дня, и придется какую-то часть провести 25 января. Какой возраст участников? Возраст участников от 6 до 16 лет. И есть ли какие-то ограничения по выступлению, по произведениям, по отрывкам, по количеству, по качеству представляемого материала? Качество, к сожалению, мы не можем отследить, тем более мы хотим посмотреть всех ребят, потому что кто-то вдруг себя недооценивает, кто-то, наоборот, переоценивает, поэтому мы это увидим на конкурсе. Мы не ставили никаких строгих ограничений на участие, мы хотели бы посмотреть потенциал наших детей Одинцовского района. Ольга Николаевна, победители этого направления, что будет с ними происходить дальше? Для чего вы отсматриваете, в первую очередь, детей? То есть это своего рода какой-то кастинг, мне кажется. Ну, по сути, да, конечно. Это вот то, о чем я сказала, во что вылилась вот та самая моя грусть. Нам бы хотелось уже сейчас, на этом этапе, пока они еще маленькие, выявить интересных ребят, интересные театральные коллективы, то есть некое такое рациональное зерно. Мы понимаем прекрасно, что основная масса коллективов, которые, вот сейчас мы просматриваем заявки, что студии эти ведут, там, руководители, учителя, там, математики, физики, русского языка, воспитатели детского сада, ну, то есть люди, не совсем имеющие представление профессиональное о том, как должен выглядеть театр. И наша задача, выявив вот этот потенциал, причем потенциал не только в детях, но и в руководителях, помочь им вырасти в хорошую театральную студию. Потому что буквально завтра эта хорошая театральная студия сможет поучаствовать в молодежном форуме непосредственно. То есть мы хотим для своего молодежного форума «Взмах крыла» вырастить хорошие театральные студии нашего Одинцовского района, то есть помочь им встать на ноги. Ну, и в качестве приза, во-первых, конечно, все получат там дипломы, грамоты, это все ясно, как обычно, да, даже просто участники, которые там дальше не будут иметь какого-то продвижения. Вот, удовольствие получат в общении с нашими членами жюри, но награждать первые, вторые, третьи места мы будем в день открытия нашего молодежного театрального форума. И награждение будет проводить Списисов Вячеслав Семенович в том числе, да, и прежде всего, вот, причем так открывая завесу накануне своего собственного дня рождения. Мы хотели сделать это с шестого, но пощадили мэтра, вот, решили, что все-таки не в сам день рождения это делать. Вот, и они смогут выйти на сцену, то есть вообще мы детей никогда не приглашаем на молодежный форум, и на них посмотрят на награждение на это уже молодежные лучшие коллективы, которые отобраны целым годом. Потому что приезжают к нам вот эти 10, скажем, лучших театров. Ну, и есть еще одна интрига. Мы до конца не понимаем, сможем ли мы ее реализовать, потому что не знаем уровень и качество вот этих вот работ победителей. Но если все-таки окажется такой вот гран-при, да, то есть если оно будет у нас, приз, то это возможность прямо в нашей театральной неделе среди 10 лучших молодежных спектаклей показать свою работу. То есть в один из дней, то есть мы сейчас оставляем окошко в театральной неделе вот для возможного гран-при среди детских коллективов. Я думаю, что это вот такая стартовая площадка. Ну, это отличная возможность выйти на совершенно новый уровень. И если говорить о перспективах, Ольга Николаевна, есть ли, может быть, в планах организовать мастер-классы, семинары вот конкретно для руководителей подобных коллективов, то, о чем вы говорили? Да, мы это обязательно будем делать, причем это мы будем делать сейчас уже прямо на форме, мы это делаем всегда. И обязательно позовем вот людей еще раз, те, кто заинтересованы, продвигать свой собственный коллектив. Я вспоминаю, наверное, года 4 назад, когда вот у нас пришли несколько там хороших актеров, маленьких, появились. Они как раз у нас появились из очень такого маленького конкурса, не мы его проводили, но разрешили выступить детскому саду. Это были пятилетние дети. Ну, это был шедевр просто, понимаете? В результате вот сейчас руководитель, которому мы помогли, она организовала свою студию в городе Краснознамецк. Вот, у нее прекрасные дети, уже выросшие, они уже там стали там 11-12-летними, но старт был дан там. И важно это вот понять и увидеть. И мы будем проводить такие круглые столы и семинары. Ну, и еще очень важный такой момент, что общаться эти руководители будут с нашими членами жюри. А вот члены жюри на детском конкурсе – это режиссеры тех театров, которые у нас попадают на финальную неделю в замах крыла. То есть это молодежь ставящая, потому что все режиссеры вот этих молодежных театров, основная масса, все тоже молодые очень люди. Вот они у нас приглашены как члены жюри, они будут отсматривать эти работы, ну и давать какие-то рекомендации и проводить круглые столы со руководителями. Что будет нового в этом году во взмахе крыла, Ирина? Как будет проходить фестиваль? Фестиваль взмах крыла открывается у нас 5 февраля. В этом году на открытии будет каждый театр, представляющий свой спектакль на финальной неделе, показывать визитку. Или кто не может приехать, какой-то презентационный ролик. То есть мы со всеми познакомимся, а дальше пойдем уже по накатанной показывать спектакли. 3-4 спектакля в день, мастер-классы, круглые столы, какие-то семинары. Мастер-классы у нас будут от педагогов Института театрального искусства и Института культуры. Как можно попасть на спектакли, на работы? Вход совершенно свободный. Мы в этом году сделали бесплатный вход. С одной стороны, когда мы так проводили, это говорит, иногда мы получаем некий бум такой зрительский, потому что все-таки зал у нас не очень большой. Но пусть лучше будет много зрителей, пусть лучше они, что называется, стоят в проходах, нежели чем их не будет вообще. Все спектакли будут проходить в театральном центре? Все спектакли будут проходить в театральном центре. 5-го числа нас ждет премьера от театра Списивцева. Они привезут нам Александра Невского, поставленного уже Васей и Василием Списивцевым. Значит, вот тоже такая смена поколений, будем так говорить. В этом году у нас обязательно должен быть Юрий Михайлович Поляков. И мы решили, что мы сумеем. Технически это достаточно сложно, но мы выдохнули, приняли такое решение, что среди своих работ мы покажем поляковских одноклассников, вот, именно во время нашего форума. И, конечно, в этом году мы делаем новую совершенно программу для Барвихи Холл. Закрытие такое помпезное. Ну, собственно, мы всегда его делаем такое вот красивое, интересное. Но сам зал предоставляет такие широкие, скажем так, возможности. И во время закрытия не только будет церемония награждения и награждение вот тех лучших спектаклей, которые получат право играть на сцене Списивцева, но мы продолжаем презентовать наш новый фестиваль Косплы «Время вперед», который нас ожидает в апреле или в сентябре, пока есть какие-то уточнения. Но он будет обязательно, это второй наш фестиваль. Все-таки вы решили подхватить и оставить при театральном центре это направление. Ваши молодые актеры убедили вас в востребованности. Да, я не очень как бы вот благоволю, скажем так, мне не очень, может быть, нравится само это направление как направление, но я понимаю, что это отдельная молодежная субкультура. Она важна, и мне очень хочется, чтобы ребята научились к ней тоже относиться серьезно. И вот мы хотим в холле Барвихи, два года назад, когда мы там работали в «Дзимах крыла», значит, у нас там работали модели Егора Зайцева, да, мы показывали такое шоу. В этот раз мы хотим показать шоу вот этих костюмов, да, то есть шоу косплееров, причем высокого уровня. Мы хотим вот это вывести, ну, с живой музыкой, с танцами, с какими-то номерами. А в самом зале нас ждет открытие года театра, чему мы безумно рады, нашего Одинцовского района. Мы смеем надеяться, что у нас будут как бы все, на весь наш административный ресурс присутствовать, потому что нас поддержал активно Андрей Робертович Иванов, да, ну, недаром у нас появилась эта площадка, да, и возможность там работать. Ну, и очень надеемся, что у нас будут из министерства люди, и, конечно, мы позовем максимальное количество молодежи. И вот там, конечно, нас ждет некое шоу поклонения театральному искусству, сама церемония награждения, вручение премий наших человечков за полет души. Это главная все-таки такая наша премия за полет души. Вот, ну, и мы откроем этот год театра и, скажем так, выпустим дух театра в пространство Одинцовского района, чтобы он сумел пролететь над всем Одинцовским районом и, так, соблаговолить, коснуться каждого учреждения культуры, каждой школы, каждой студии, каждого там театрального какого-то объединения для того, чтобы в конечном итоге, я надеюсь, возникла такая вот в течение года театральная феерия. Ну, театральная феерия возникла, год театра объявлен. Ольга Николаевна, среди финалистов были ли те, кто вас действительно удивил и поразил? Вот именно в молодежном форуме. А, да, вы знаете, но вообще... Ну, так, приоткрывая небольшую завесу, вот просто действительно, ну, это ребята, рост которых, ну, невозможно не оценить. Да, я не знаю до конца, ну, то есть, понимаете, то есть, все равно, как будто они будут между собой, по сути, соревноваться в течение этой финальной недели. И кому отдадут предпочтение, опять же, то есть, театр – это такой живой организм, ведь можно сыграть по-разному. То есть, вот, и дай бог, чтобы каждый сыграл максимально по своим возможностям. Но меня очень поразил один театральный коллектив, когда вот в течение года я все это смотрела, хотя много было таких вот маленьких, открытий больших, еще каких-то. Я очень прохладно отношусь к фольклорным спектаклям. Вообще, все, что связано с фольклором, вот, ну, то есть, меня удивить можно только чем-то очень-очень необыкновенным, потому что я не приверженец этого жанра просто. Я его почитаю, я его принимаю, я понимаю, но это, скажем так, не мое кредо. Вот, но из Краснознавенска приехавший театр привез спектакль, где ребята по-вологодски окают, что безумно сложно, любой артист это поймет. Мы, когда смотрим какие-то фильмы, мы прямо даже вот ну, сами всегда подмечаем, что вот то окает, то не окает, как-то грубо очень это делает и что-то. То есть, весь спектакль, значит, во-первых, построен на народных танцах, на народном вот этом творчестве, на народных там присказках, загадках, значит, каких-то прибауточках, шуточках, вот все-все-все-все-все. И при этом, при всем, значит, это масса, значит, подростков, по сути, там, в основном подростки, такие вот ребята, ну, там, ну, наверное, нет, они уже молодежь, да, там, 17-18, ну, молодые совершенно люди. Вот они должны все окать. Слушайте, как они окали? Я это вам скажу, как филолог. Покорили. Я вам скажу, как филолог. Я просто, я представляю, какая это была колоссальная работа. То есть, так мягко, так тактично, так прям вот профессионально, что я бы порекомендовала вот те, кто снимает фильмы о старении русской, вот поучиться, наверное, у этого педагога, который это сделал. И хороши были все прибауточки, шуточки. Они прям были такие, знаете, вот живые, они молодые, но я прям верила, что это вот бабушки, дедушки, какие-то вот сельские жители, вот они вот такие все, что-то такое. То есть, это такие вот зарисовки, знаете, как вот, как у Шукшина, да, там, зарисовки такой вот сельской жизни со всякими прибаутками. То есть, может быть, сам сюжет, он такой, ну, он очень простой, он очень незамысловатый, и, может быть, он никого бы не покорил, но сделано это было очень качественно. И вот мне интересно, кстати, посмотреть, что скажут наши высокие мэтры по этому поводу. Ведь у нас все-таки Юрий Михайлович Поляков, он ушел, какой филолог, он прям за словом-то следит и очень любит хорошую, скажем, там, литературу и подачу. Я думаю, что он это должен оценить. Вот. Ну, а Списевцев, я думаю, что вполне должен оценить вот эти шуточки-прибауточки. Вот. Ну, а то посмотрим. Не будем раскрывать всю интригу. Хотя, как обычно, я хочу сказать, у нас обязательно, у нас будет и сюрреалистические спектакли, да, опять, значит, у нас будут и сказки, у нас будут и драмы, у нас будут и комедии, то есть, все жанровые особенности, спектакли для детей, для взрослых и спектакли МОНО тоже присутствуют. У нас там вот один спектакль. Мы приглашаем всех жителей Одинцовского района и не только Одинцовского района, но и всего Подмосковья приехать и посмотреть, оценить творчество молодых режиссеров. Да, и билеты нужно обязательно заказывать. Билеты существуют. Они бесплатные. Но для того, чтобы ты точно попал на какое-то место, тебе нужно позвонить. Не стоял в проходе. Не стоял в проходе. Не толкался. И вообще хоть как-то туда попал, вот, поэтому лучше позвонить заранее на свою фамилию, отложить билет, обязательно приехать, вот, потому что билеты все востребованы, и быть с нами все время. Но я больше хочу сказать, что и в Барвиху 9 февраля, значит, смотрите анонсы, следите, вход тоже будет свободный, то есть только нужно собраться, получить пригласительный билет и приехать туда. Барвиха большая, очень, она вместит большое количество людей и будет очень интересно, будет очень интересно и феерично. Ждем с нетерпением открытия фестиваля. Спасибо за интересное интервью. Спасибо. Вы смотрели программу «Моя планета». Верьте в себя, и у вас все обязательно получится. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!